Гела Васадзе, автор ютуб-канала новости Кавказа, эксперт грузинского центра стратегического анализа к нам присоединяется. Гела, здравствуйте. Доброго ранку. Слава Украине. Героям слава. Вот этот вот демарш от Европейского Союза для Грузии, что это означает и чем грозит? Ну демарш ничего особенного не означает. Демарш означает просто реакцию. Ну обычная реакция организма. Есть существует реакция, есть существует реакция политических организмов. В данном случае демарш это реакция политического организма Европейского Союза. Что касается в общем и в целом глобальной, что происходит. Война происходит. Война. Идет война. С одной стороны воюет Российская Федерация, с другой стороны воюет Свободный Мир, с другой стороны воюет, извините, Украина. Российскую Федерацию поддерживает Китай и его сателлиты. Это уже сейчас абсолютно очевидно. В открытую это делает Иран. Украину поддерживает свободный мир. В этой парадигме надо рассматривать все эти вопросы. Грузия – это тоже линия фронта, но это линия фронта не военного. Это линия фронта политического противостояния прямо внутри здесь. Прямо между отдельными группами, между отдельными людьми, между правительством и оппозицией, между правительством и президентом и так далее. Для России это крайне важно, потому что Россия переордируется на глобальный юг. Для России это крайне важно, потому что она должна доказать Китаю, что она может в качестве прокси контролировать хоть этот участок, соответственно, остатков проекта One Belt One Way. Это мегапроект Китая, соединяющий Китай с Европейским Союзом. Для Запада это важно, соответственно, для того, чтобы противодействовать России слабым звеном. Тут оказалась Грузия, хотя, казалось бы, как раз-таки Грузия являлась самым сильным звеном у Запада. Почему она оказалась слабым звеном? Да потому что посчитали в какой-то момент и Вашингтоне, и Брюсселе, что ерунда, кто бы ни был бы там у власти, лишь бы нас не беспокоил. Грузия никуда не денется, нужно уделять особое внимание Азербайджану. Ну, Азербайджан они практически потеряли, теряют Армению. Ну, сейчас хотят хоть в каком-то виде вернуть свое влияние на Грузию. Все, вот и весь расклад. Правящая партия грузинского парламента, грузинская мечта, не намерена согласовывать политику страны с внешнеполитической линией Евросоюза до тех пор, пока Грузия не является членом ЕС. Это заявил генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Как бы Вы это прокомментировали? Я в Асумалии не намерен согласовывать свою политику с Европейским Союзом до тех пор, пока его личные амбиции, какие-то его личные требования к Западу в целом не будут удовлетворены. Вот так бы я это и прокомментировал. А какие у него требования? У него там разные требования. Вы понимаете, в чем дело? Мы же очень многого не знаем. Кто-то говорит, что против Безина Ивановича уже бедены санкции. Неофициальные. Значит, заморожены его активы. Правда, это по делу Суис Кредитбанка. И вот сейчас Сингапурский суд вынес решение, что там разморозят часть активов. Но с другой стороны, до этого, по-моему, суд в Бермудах вынес такое же решение, ничего не размораживают и так далее. Там то, чего мы не видим, но то, что Каха Каладзе не решает, что Грузия будет делать или что Грузия не будет делать. Это факт. Какие сейчас угрозы для европерспектив Грузии? Есть ли они? Если да, то кто в них заинтересован? Эти угрозы появились с 2012 года. С 2012 года главная угроза для европейской перспектив Грузии – то, что происходит медленное, но верное сворачивание демократии. Это европейцы уже не могли не замечать еще до начала широкомасштабных действий в Украине. Ведь план Шарм-Мишеля и то, что, грубо говоря, Шарм-Мишеля кинулись его планом. А это была договоренность между оппозицией и властями после выборов 2020 года. Это был очень четкий сигнал по поводу того, что в Грузии далеко не все ладно. Ну а то, что далеко не все ладно, в общем-то, здоровые силы Грузии сигнализировали Западу уже давным-давно. Была реакция такая, что, мол, ничего страшного, все нормально, они тоже проевропейские и так далее. Потому что Запад не был в войне с Россией. Россия ввела гибридную войну. Она против Запада тоже ввела гибридную войну, но Запад ее не замечал. Россия ввела гибридную войну против Грузии, против Украины. Против Украины она ввела и горячую войну с 2014 года, это же факт. Но что у нас получилось в итоге? Получилось в итоге, что Западу пришлось вступить в войну на стороне Украины. Я имею в виду войну, не конкретные прямые боевые действия, санкции и так далее и тому подобное, изоляция России и так далее. И оказалось, что то, что устраивало Запад, еще совсем недавно, уже совсем не устраивает. Речь идет не только о Грузии, речь идет практически о всех странах постсовка, просто Грузия наиболее вопиющий пример, потому что Грузия – страна аспирант НАТО, Грузия – ассоциированная членами Европейского Союза, Грузия – это страна, которая, в общем-то, падила вот это ассоциированное трио, ну и так далее, очень много всего. И в конечном итоге у Грузии оккупировано 20% территории. Но вообще-то, если говорить серьезно, по-взрослому, разрушить экосистему, которую, скажем прямо, Россия сумела создать за этот год, экосистему выживания в условиях санкций Запада, необходимо и для этого не только, конечно, Грузия, но практически гораздо большие страны и больше стран должны быть, скажем так, отрезаны от этой экосистемы. Насколько эффективно удастся Западу это сделать, настолько быстрее закончится война в Украине. А война в Украине закончится не тогда, когда украинские войска ВСО выйдут на границу с Украиной, надеюсь, что это будет скоро, а тогда, когда Россия перестанет быть империей и перестанет нападать на соседей, в том числе и на Украину. До тех пор, пока Россия будет империей, Украина будет всегда под угрозой, даже если будет членом НАТО. О евроинтеграции Грузии, власти нынешние, грузинские делают, кажется, все возможное для того, чтобы этого не произошло. Возобновление авиасообщения с Россией, разные заявления грузинских властей. Так вот, недавно премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили на вопрос о том, почему Россия напала на Украину, одного из журналистов ответил, что, мол, угроза НАТО. Вот это вот подпевание российской пропаганды, да. Если грузинская мечта, партия, правящая грузинского парламента, не рассматривает как одну из целей евроинтеграцию Грузии, а хочет дрейфовать в сторону России, почему они открыто об этом не заявят? Почему все на вот таких вот, на каких-то полутонах? Или боятся реакции грузинского общества? Ну, во-первых, боятся реакции грузинского общества. Во-вторых, если грузинская мечта объявит о том, что они не хотят евроинтеграции и интеграции в НАТО, им сразу же надо подавать в отставку и идти в тюрьму за антиконституционное действие. У нас это прописано в Конституции. Они хотят все-таки евроинтеграции или нет? Хотят ли они в тюрьму? Нет. А евроинтеграции хотят, чтобы Грузия стала... А вот смотрите, вот тут очень хитрый момент. Они, конечно же, с удовольствием приняли бы этот вариант, когда страна-члены Европейского Союза получает европейские фонды. Вы представляете, сколько можно воровать? Ну, давайте скажем честно. Сколько стран Восточной Европы, мы знаем некоторые, вернее, страны Восточной Европы, которые до сих пор, чиновничий класс сидит на откатах от этих фондов. Это первое. С большим удовольствием. Мне важно, чтобы им при этом не мешали. Им важно, чтобы при этом не заставляли их проводить честные выборы, не заставляли делать судебную реформу, не заставляли бортили отношения с Россией, с бизнес-партнерами. Ну и, главное, не заставляли поддерживать вот эту Украину и поставить ей оружие, что, в общем-то, они считают очень большой угрозой для своей власти. Они все делают, чтобы минимизировать угрозы, но на самом-то деле это недогновидная политика. В итоге эти угрозы максимизируют. Да, просто вот это постоянное заигрывание и вашим, и нашим. Вот последнее заявление спикера грузинского парламента о том, что якобы Грузия не уступает России, но при этом проводит политику терпения. Вы можете объяснить, что это означает? Что за политика терпения? Ну, им же нужно какие-то формулировки придумать. Вот они придумали новое политика терпения, еще что-то. Ну, нет, конечно же, все для того, чтобы сохранить статус-кво, сохранить, в общем-то, неплохую ситуацию, когда они зарабатывают очень хорошие эфиры. И вот это главный, скажем так, момент. И второй момент, действительно, они боятся за себя, боятся за... Опять-таки за себя. Давайте я не буду говорить, что за страну, потому что стране мало что угрожает, когда Россия в таком состоянии. Боятся за себя, боятся Россию, боятся Москву. Они всегда ее боялись. А как вы думаете, какие планы у Кремля на Грузию? Такие же, как и на Беларусь? Потому что, вот как свидетельствуют недавно всплывшие документы, Кремль собирался до 2030 года присоединить Беларусь к России. По отношению к Грузии, как думаете, есть такие планы у Кремля? Как на Беларусь нету, внимательно следите за действиями Кремля по отношению к Грузии. Если Кремль удастся сохраниться как империи, это ждет Украину через лет пять. Будут делать то же самое. Вот поэтому этот опыт надо очень внимательно изучать украинцам. Чтобы ни в коем случае не допустить людей к власти, которые будут говорить... Очень украинская мечта пришла, кстати, с антироссийской риторикой изначально. Они всегда говорили, что Россия — это враг. Они осуждали, они... Вы не представляете, там... Да, они там делали восстановление отношений, ну, давайте немножко восстановим, вот чуть-чуть, и так далее, и тому подобное. Это та самая обволакивающая тактика, которая, в общем-то, привела к всему печальному эпизоду. Планы? Планы такие, чтобы как-нибудь восстановить лояльность Грузии, чтобы можно было через Кремль провозить товары, чтобы можно было через Грузию торговать, чтобы можно было очень много всего делать через Грузию. В принципе, в большей степени им это уже удалось, а теперь следующий план — использовать Грузию в информационно-гибридной войне, чтобы показывать... И не бог весть, какая большая страна, но смотрите, у нас есть положительные примеры. У нас есть хороший пример. У нас есть пример того, что вот, несмотря на то, что мы воевали, мы их бомбили, мы оккупировали их территории и так далее, видите, они мудро не хотят с нами ссориться, и наоборот. Ну вот вам планы все. Вчера президент Грузии СВМ Азурбешвили отправилась в Брюссель. Долго оттягивали ее поездку. Правление Грузии не давало разрешения, но она таки состоится сегодня. Азурбешвили выступит в Европарламенте, будет ряд двусторонних встреч. Чего ожидать от этого визита для Грузии? Ну что ожидать? Спасая свою политическую репутацию личную, она делает что-то, чтобы спасти политическую репутацию Грузии как страны. Ну, остается мне ей пожелать удачи. Хотя, честно говоря, в нее вообще общество ждет от нее более практических шагов в этом направлении, а не только разговоров. Я понимаю, что у нее нет никаких полномочий, но все-таки там, где они есть, можно было бы их применить. А какие практические шаги конкретно могут быть от нее? Помилование Михаила Саакашвили и Ники Гварамия. Вот практический шаг, который меня и грузинское общество, в общем-то, будет доказательством того, что Соломезу Робешвили действительно изменила свои взгляды и перестала быть той маринейношной фикурой, которую грузинская мечта посадила. Да, но Соломезу Робешвили часто делает заявления, которые идут в разрез с точкой зрения, с политикой грузинской мечты, казалось бы, с одной стороны. С другой, почему Соломезу Робешвили не может помиловать те фигуры, которых вы назвали? Ну, я вам уже сказал, что касается заявления, она спасает политическую репутацию свою и просто репутацию как человека. И тут все понятно, ясно, что она не хочет ничего общего иметь с ними. А что касается, почему не помиловать, наверное, у нее надо спросить, наверное, тоже чего-то боится. Хочется еще спросить у вас о реакции грузинского общества. После того, как стало известно о том, что с Россией возобновляют авиасообщение, вспыхнули протесты, были они и после того, как первый самолет приземлился в Грузии, протестовали против присутствия дочери Лаврова в Грузии. Выгнали дочери Лаврова. Что? Выгнали дочери Лаврова. Да, и это фактически выгнали ее из Грузии. И тогда заявляли о том, что протесты будут продолжаться, они будут до тех пор, пока не удастся добиться своих требований, в том числе отставки правительства и прекращение этого возобновленного авиасообщения. Как сейчас с протестами? Потому что никакой информации можно себе предположить, что они стихли или закончились. Ну, полнообразно идет любой протест, идет волнообразно. Протесты будут до 2024 года, потом будут выборы, и много воды утечет. Но я не думаю, что это тот по причине, тот драйвер, по которому вдруг уйдет в отставку правительство Грузии. Я не так в цепи не считаю, что они из-за этого точно в отставку не уйдут, уверяю вас. Хотя бывает, что прилетает черный лебедь и случаются неприятности. И, как говорит один мой друг, удивить нас можно только приятно. Спасибо вам, Гела Васадзе, автор ютуб-канала «Новости Кавказа», эксперт грузинского центра стратегического анализа. Говорили о ситуации в Грузии, политической, об угрозе евроинтеграции, если она есть, и о той политике, которую проводит правящая партия Грузии. Грузия и грузинская мечта относительно России и Евросоюза. Спасибо.